Совсем недавно я открыл для себя новый канал на YouTube под названием Карми Коала. Этот молодой человек обозревает самое быстрое прохождение тех или иных игр, другими словами, спидраны. Честно говоря, это казалось настолько увлекательно, что я залип на несколько дней. Однако, когда видео закончились, я начал обдумывать весь увиденный материал и словил себя на мысли, что во вселенной World of Warcraft само понятие спидрана как таковое отсутствует. Ведь мы играем в MMORPG, а соответственно количество игровых моментов, которые можно выполнить за короткое время и поучаствовать в гонке с другими игроками весьма ограничено. До выхода Warlords of Draenor в игре присутствовали великие подвиги за получение того или иного уровня первым на сервере. Шанс на их выполнение появлялся при запуске очередного дополнения. Тем не менее, последний раз такая возможность у игроков была больше 6 лет назад. Кроме уровней были достижения и на профессии, однако они тоже канули в лету. Остаются только рейды, но тут есть загвоздка. Все-таки прохождение подземелья и рейдов для установления определенного рекорда требует слаженной работы множества игроков. И сказать, что это заслуга отдельно взятого человека, язык не поворачивается. Еще несколько раз прокрутив в голове мысли по этому вопросу, я пришел к выводу, что на текущий момент, кроме гонки прогресса и ключей в Battle for Azeroth, каких-то соревновательных моментов в игре попросту нет. Да, можно вспомнить про арену, но это опять-таки коллективный прогресс. В результате в какой-то момент мне начало казаться, что идея для нового ролика сорвалась сама собой. Но тут мне вспомнился один очень известный челлендж, или другими словами испытание, которое было исполнено игроком вселенной World of Warcraft. Немного обдумав эту тему, я и решил выпустить видео по ней, ведь в первую очередь челленджи это возможность для реализации одного конкретно взятого человека. А во-вторых, в Warcraft они далеко не так просты и не так скучны, как могло бы вам показаться. Так или иначе, вступление уже довольно сильно затянулось, так что давайте переходить к основной части видео. Вашему вниманию представляю пять наиболее сложных и интересных челленджей, которые когда-либо существовали во вселенной World of Warcraft, и которые может выполнить любой из моих зрителей. Другой вопрос, надо ли это вам? На пятом месте у нас расположился один из самых известных челленджей в World of Warcraft, который зародился благодаря Пандарену по имени Дабл Агент. Приключение этого чрезвычайно целеустремленного игрока началось еще в 2012 году, на заре дополнения Миссов Пандария. Как вы знаете, до определенного момента эта раса остается нейтральной, и только в ходе цепочки заданий ей предстоит выбрать фракцию Орды или Альянса. Этот игрок решил для себя, что конфликт двух враждующих сторон – это не его выбор в игре, и соответственно решил получить максимально доступный уровень в игре, не покидая скитающегося острова – стартовой локации своей расы. Создав шамана и экипировав на него полный комплект наследуемой брони, увеличивающий получаемый опыт, он приступил к делу. Достигнуть своей цели он решил с помощью сбора травы и руды, которая в огромных количествах разбросана по начальной локации. Уже в августе 2013 года ему удалось взять долгожданный 60 уровень. Однако, пусть это и была его конечная цель, он решил на ней не останавливаться, и уже в январе 2014 достиг отметку 80 уровней. В марте же этого года ему удалось добраться до 85, а в конце июня – до 90. С приходом марта 2015 года ему удалось вновь побить свой рекорд и добраться до первой сотни уровней. После чего он решил взять небольшой перерыв и отдохнуть от столь рутинного процесса. Тем не менее, к ноябрю 2016 в его кармане уже было 110 уровней, и даже на этом его история не закончилась. Ведь с приходом Battle for Azeroth у него появилась возможность вновь попробовать свои силы в прокачке дополнительных 10 уровней. И с этим, надо сказать, он успешно справился, ведь уже в конце октября 2018 года он достиг максимальной отметки в 120 уровней. В общей сумме у него ушло на это 196 чистых игровых дней. Что примечательно, Blizzard не остались в стороне от этого события, и решили увековечить персонажа данного игрока. Так, на скитающемся острове появился Пандарен под именем Почтенный Шаман, который также, как и игрок в свое время, бегает по острову и собирает руду с травой. Кстати, на этом история дабл-агента не заканчивается, ведь он решил не ограничиваться одним персонажем, и прямо сейчас занимается прокачкой охотника по имени Трипл Агент, который, кстати, уже достиг сотого уровня. На четвертом месте у нас расположился не менее интересный челлендж, чем прошлый, однако, в отличие от него, он гораздо менее время затратный и требует от вас максимального количества навыков в игре. В этом пункте пойдет речь об Iron Man челлендже, который стал довольно популярен с выходом дополнения Легион. Что же это такое? Это испытание для всех игроков без исключения, целью которого является прокачка своего персонажа до максимально возможного уровня. Однако, в случае смерти от существ или любого другого игрока, вы автоматически проигрываете и вынуждены начинать по новой. Кроме этого, вам запрещено использовать профессии, эликсиры, таланты и экипировку качеством выше белого. Также существуют запреты на любые бафы, походы в подземелья, рейды и на поля боя. Появилось это испытание в результате довольно серьезного упрощения игрового процесса вселенной World of Warcraft. Дело в том, что небольшая группа игроков пришла к выводу, что прокачка персонажей сейчас довольно серьезно упрощена и не требует от вас больших усилий. Так, например, в версии Battle for Azeroth достигнуть максимально возможного 120 уровня можно в течение 24 часов. Следовательно, чтобы придать сложности этому процессу, и было решено ввести так называемый Iron Man челлендж, который пользуется довольно высокой популярностью за рубежом, однако практически не встречается в русскоговорящем языковом сегменте. Кстати, что интересно, первое место на текущий момент удерживает жрец по имени Лиссон, сервера Век Нелаж, которому удалось взять первым за свой класс все достижения на уровне, включая 120. Что немаловажно, у этого испытания имеется аналог для классической версии World of Warcraft, однако Blizzard не добавили официальной оружейной, и из-за этого отслеживать честность выполнения всех условий стало невозможным. Кроме этого, некоторые игроки отмечают, что выполнить этот челлендж в рамках World of Warcraft Classic попросту нельзя. Так, по заявлению одного из участников, потолок, который вы сможете достигнуть, но через который перешагнуть не получится, составляет 48 уровней. Дальше справиться с существами один на один в белой экипировке невозможно. Плюс добавляется еще одна угроза в виде игроков максимального уровня, находящихся в поиске бесплатных очков чести. И если вы думаете, что на этом богатая фантазия игроков ограничилась, то вы сильно ошибаетесь, ведь на третьем месте у нас расположился Blood Thirsty Challenge. Аналог Iron Man, но гораздо более сложный, ведь для участников этого испытания добавляется еще один крайне серьезный критерий, а именно запрет на выполнение заданий во вселенной World of Warcraft. Кстати, прохождение подземелий рейдов и посещение полей боя по-прежнему запрещено. В связи с этим, единственным способом для поднятия уровней остается прокачка за счет убийства существ в открытом мире. Проще говоря, прокачка гриндом. Так как это гораздо сложнее, чем беготня по заданиям, в случае, если вы решите принять участие в этой гонке, вам будет разрешено носить экипировку зеленого качества. Правда, получать ее можно только при убийстве противника. Отправиться на аукцион и приобрести все необходимые предметы нельзя. Также создатели этого челленджа разрешат вам использовать ветки талантов, без которых убийство противников превратилось бы в настоящий ад. При этом не стоит забывать, что чары на броню накладывать запрещено. Использовать бафы, кроме своих собственных, тоже запрещено. На текущий момент абсолютным чемпионом в этой категории является охотник по имени Two Firsty с сервера Wyrmrest Accord. Ему удалось достигнуть отметки в 120 уровней, используя ветку талантов Хозяин Зверей, первее всех остальных игроков. Второе же место удерживает паладин с сервера Gnomeregan, которому также, как и чемпиону, удалось достигнуть 120 уровня. А вот третье место на текущий момент за Чернокнижником, который остановился на отметке в 105 уровней, и, соответственно, сместить его с лидирующей позиции по-прежнему возможно. А вот теперь пришло время поговорить о двух самых сложных испытаниях. Настолько тяжелых, что одно из них было решено отменить, а второе до сих пор не набрало популярности, ведь справиться с ним могут только единицы. На второй позиции у нас расположилось испытание, посвященное полям боя. Актуально оно исключительно в поздних версиях игры, то есть на момент записи ролика в Battle for the Road. По его правилам, вы должны прокачать первые 10 уровней любым возможным способом. После этого вам необходимо достигнуть отметки в 120 уровней исключительно с помощью полей боя. Арены, подземелья, задания, гринд или что-то еще категорически запрещено. Звучит как что-то не очень сложное, верно? Во-первых, вы не имеете права на смерть. Если ваш персонаж умирает в бою с другим игроком, все начинается по новой. Во-вторых, вы не имеете права использовать экипировку качеством выше зеленого. В-третьих, испытание считается завершенным только в том случае, если вы совершите 10 тысяч почетных убийств. Засчитываются исключительно добивания игроков. Нахождение рядом не учитывается. Таким образом, вы должны не просто посещать поля боя и скрываться в укромных местах, а непосредственно участвовать в бою, каждый раз подвергая себя угрозе. На момент июня 2019 года, когда это испытание и было отменено, абсолютным рекордом являлся 71 уровень, достигнутый магом с американского сервера Gnomerigun. Ближайшим его конкурентом был Охотник 52 уровня. Таким образом, речи о конкуренции за место чемпиона даже не шло. А ведь к июню этому челленджу уже было больше двух лет. Возможно, справиться с ним получилось бы, если бы было можно кооперироваться с другими участниками данного испытания. Однако, это действие находилось под запретом. Соответственно, с течением времени его признали невыполнимым и окончательно убрали из рейтинговой таблицы World of Warcraft. На первом же месте расположилось испытание, не имеющее названия, просто потому, что его еще не придумали. Перекочевало оно во вселенную Warcraft прямиком из Dark Souls, где воплотить это безумие в жизнь впервые решил некий господин под именем Лобос. Причем пытался он это сделать еще в 2015 году. В World of Warcraft же эта идея возникла с приходом классической версии игры. По правилам испытания от вас требуется поднять 60 уровень с перевернутым на 180 градусов экраном. При этом вы можете использовать абсолютно все таланты, способности и любой тип экипировки. Под запретом остаются исключительно поля боя и подземелья. Кроме этого, вам нельзя использовать бафы, кроме тех, которые дает ваш собственный класс. Профессии тоже запрещены, смерти не допускаются. В данный момент желающих испытать себя практически нет. Кроме этого, по упомянутым ранее причинам, у сообщества просто нет возможности отследить честность выполнения этого челленджа. В связи с этим он канул в лету всего за несколько месяцев. Однако, ходит информация о том, что его планируют воплотить в жизнь с приходом дополнения Shadowlands. Нам же остается только ждать и надеяться, что это произойдет. Ведь в отличие от прошлых четырех пунктов, это испытание действительно титанической сложности, доступное единицам игроков в лучшем случае. В этом видео я не рассказал о всех челленджах, которые на текущий момент присутствуют во вселенной World of Warcraft. На мой личный взгляд, первые три испытания являются чрезвычайно время затратными и гораздо менее сложными, чем может показаться на первый взгляд. Однако, последние два требуют от игроков невероятного уровня игры и терпения, а также немалой осторожности, которая свойственна далеко не всем пользователям. На текущий момент я подумаю о реализации последнего испытания на своих прямых трансляциях, однако я не уверен, что готов к этому. Да, знаний в игре у меня довольно много и опыта тоже, однако играть с перевернутым экраном и запретом на изменение клавиш, отвечающих за передвижение, для меня пока что звучит немного диким. Тем не менее, если это видео выстрелит и соберет какое-нибудь астрономическое количество лайков, например, 1010 до конца марта, тогда я попытаю удачу. Все-таки это звучит довольно интересно. На этом я заканчиваю этот ролик. Если он вам понравился, обязательно жмите под ним лайки. Не забывайте писать в комментариях, что вы думаете об этих испытаниях, а также указывать те, в которых бы вы были не прочь принять участие. Если же вы хотите, чтобы ролики на моем канале выходили еще чаще, обязательно нажимайте на подписку, ведь она очень сильно мотивирует к созданию нового видео. Кроме этого, мне осталось совсем немного до 30 тысяч подписчиков и хотелось бы достигнуть этой отметки как можно быстрее. Заранее спасибо и до очень скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok